Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент. Склад мотоциклов регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Итак, продолжаем рассказывать про бензиновые V6 для автомобилей Audi. В этом обзоре речь пойдёт о моторе третьего поколения, который подрос в объёме до 3 литров. Итак, встречаем 3.0 V6 ASN. В 2000 году инженеры компании Audi обновили свои V6 и они потихонечку начали быть похожими на моторы привычной на сегодняшний день конструкции. Чугунный блок цилиндров уступил место легкосплавному. На каждом из четырёх распредвалов появились фазовращатели. Катушки зажигания стали индивидуальными. В привозе же ГРМ по-прежнему используется зубчатый ремень. Также сохранилась фирменная система газораспределения с пятью клапанами на цилиндр. Итого в этом V6 30 клапанов. У этого мотора балансирный вал, объединённый в одном корпусе с маслонасосом. Весь этот узел приводится цепью. Также в этом двигателе, впускной коллектор, которого, к сожалению, у нас сегодня нет, с системой изменения его длины. Также инженеры VAC продолжили усиливать традицию одноразовости этих моторов. И пусть блоки цилиндров этих двигателей гильзованы на заводе, многим владельцам приходилось их перегильзовывать. Но не все мастерские берутся за эту работу, а если и берутся, то без гарантий, потому что стенки цилиндров очень тонкие. Вы спросите, почему эти гильзы нельзя переточить в ремонтный размер? А потому что здесь появляется очень специфическая проблема, которая расточкой не решается. Об этом мы подробнее далее расскажем. Этот трёхлитровый V6 имеет обозначение ASN. Практически идентичные моторы выпускались под обозначениями AVK и BBJ. Они встречаются на автомобилях Audi A4 и A6, двух поколений также на Audi A8. Эти моторы выпускались с сентября 2000 года по конец 2006 года. Отзывы о надёжности этого мотора противоречивые. Собственно, об этом говорят и факты. Если владелец трепетно относится к обслуживанию, не экономит на моторном масле и вовремя меняет специфические детали, то этот мотор пройдёт и 400 тысяч километров и не будет практически потреблять масло. А вот если не обеспечить ему премиального обслуживания и просто ездить, не зная о специфических слабых местах, то этот двигатель без стеснения отправится на свалку или на перегильзовку. Многие знатоки настоятельно не рекомендуют покупать Audi с этим мотором, а многие фанаты его просто обожают. Для долгой жизни этого мотора надо следить за частотой радиаторов. Если двигатель перегрелся, то пробой прокладок ГБЦ и деформация обоих головок покажется подарком по сравнению с тем, что может преподнести легкосплавный блок цилиндров. Не переключайтесь, мы скоро об этой проблеме подробно расскажем. Неровная работа двигателя 3.0 V6 с пропусками зажигания обычно связана с подсосами воздуха, особенно если это проявляется при определенной температуре либо же при определенной скорости холостого хода. Проверить впуск легче всего дымогенератором. Он покажет не герметичность по стыкам впускного коллектора, а также по форсункам. Еще один обширный участок появления подсосов – это трубки системы продувки адсорбера, который улавливает пары топлива. Двигатель 3.0 V6 от Audi не сильно страдает от утечек масла. Запотевания могут появиться по клапанным крышкам, по датчику давления масла, а также по теплообменнику масляного фильтра. Теплообменник здесь стандартный, который используется на десятках моделей VAG. Чтобы устранить течь, надо заменить уплотнительное колечко между ним и блоком. Трубки системы вентиляции картерных газов проложены по левой ГБЦ и сзади соединяют две клапанные крышки и подключаются к мембранному клапану. Со временем эти трубки трескаются и возникают подсосы воздуха, то есть двигатель начинает всасывать воздух во впускной коллектор. А так как ЭБУ этого двигателя меряет нагрузку по расходомеру, это приводит к объединению топливо-воздушной смеси. Обычно об этом говорят повышенные обороты холостого хода, иногда пропуски зажигания и сильная топливная коррекция. Патрубки и тройники надо обязательно заменить на новые. Зимой, если владелец совершает частые короткие поездки, в патрубках системы ВКГ скапливается смесь конденсата и моторного масла. Это всем известная субстанция светло-желтого цвета, в том числе, выпадает на крышке маслозаливной горловины, а также может появиться на масляном щупе. Эта эмульсия может замерзнуть в патрубках ВКГ, что сразу приведет к повышению давления картерных газов. И тогда картерные газы начнут выдавливать масло по различным уплотнениям, увеличится расход масла и даже масляный щуп может выдавить под напором газов из картера. С годами двигатель Audi 3.0 V6 может порадовать подтеканиями антифриза. В развале блока может появиться лужа из-за утечек по уплотнениям расположенных там трубок. Также утечка антифриза может быть и по датчику температуры охлаждающей жидкости. Двигатель 3.0 V6 оснащен индивидуальными катушками зажигания. Оригинальный цвет катушек красный. Что можно сказать о их надежности? На сегодняшний день существует 8 ревизий этих катушек. Оригинальный номер последней версии заканчивается на букву H. А вот владельцы автомобилей Audi в 2000-х годах меняли эти катушки буквально ежегодно. А теперь расскажем вам заочно о впускном коллекторе. Спереди на впускном коллекторе находятся два актуатора, которые приводят золотник механизма изменения длины впускного коллектора. С механизмом случаются две характерные проблемы, которые приводят к тому, что изменение длины впускного коллектора не производится. Это происходит из-за трещин в вакуумных трубках, а также из-за трещин в мембранах актуаторов. Трубки можно заменить на новые, а также мембраны в актуаторах можно заменить на неоригинальные, потому что по оригиналу актуаторы продаются только вместе со впускным коллектором. Если механизм впускного коллектора барахлит, в том числе из-за заклинивания золотника, то двигатель заметно теряет тягу. Также известны редкие случаи, когда золотник механизма геометрии трескается и пластиковые обломки улетают в сторону впускных клапанов. А если эти пластиковые обломки попадут под тарелки клапанов, то тогда клапаны могут загнуться. Как мы видим, наш двигатель погиб от обрыва ремня ГРМ, и выпускной распредвал в правой ГБЦ хочет нам об этом что-то рассказать. Ну а прямо сейчас, за очень короткий срок, этот двигатель нам раскидает. Александр, встречаю, и мы начинаем нашу разборочку. Мы думали, что распредвал поломало пополам, потому что такое случается в этих моторах при обрыве ремня ГРМ. Но, скорее всего, все выпускные клапаны загнуты, потому что по факту все толкатели заклинили в своих гнездах. По состоянию все хорошо, износа на кулачках распредвалов мы не видим. Но обратите внимание, то что масляный налет в правой ГБЦ темнее, чем в левой ГБЦ. Это нормально, потому что вот эта ГБЦ охлаждается хуже. Длиннющий зубчатый ремень мотора 3.0 ISN надо менять каждые 120 тысяч километров. Вместе с ним желательно поменять и помпу. При этом придется слить большое количество антифриза. По давней традиции Audi для замены ремня ГРМ надо разобрать практически всю морду. Вдобавок, для замены ремня ГРМ нужен специальный инструмент для фиксации валов, также для откручивания болтов фазовращателей и натяжителя. Без специального инструмента практически нереально правильно выставить валы этого двигателя. Отметим, что в нашем случае драматично развалился обводной ролик, а у помпы загнуло вал. Легкосплавный блок цилиндров мотора 3.0 ISN является копией чугунного блока более старых 30-клапанных моторов объемом 2.4 и 2.8 литра. В развале блока сохранился маслоотделитель, а под ним два обратных клапана. Если двигатель начал подозрительно чавкать гидрокомпенсаторами по утрам, то надо поменять эти два обратных клапана. Если эти клапаны заклинили в открытом положении, то за ночь масло стекает из канала в ГБЦ. Цена одного клапана – 40 долларов. В приводе ГРМ не нет никаких цепей, как на моторах-предшественниках с чугунным блоком. Зато появилось сразу четыре фазовращателя. У этих фазовращателей современная лопастная конструкция. Но инженеры компании Audi не смогли обеспечить их долговечными резиновыми уплотнениями. То есть между элементами корпуса есть резиновые колечки, которые со временем изнашиваются и начинают пропускать масло, которое может попасть на ремень ГРМ. Разумеется, заводских вариантов реставрации муфт не существует, но умельцы подбирают или заказывают уплотнительные колечки подходящего размера. Эти муфты неплохо разбираются, т.е. их можно вылечить от подтекания. Ну а если владелец жестко экономит на мотор на масле, то тогда муфты могут заклинить из-за попадания в них осадка и мусора. Фазовращатели будут трещать во время работы двигателя. Бывали случаи. То есть они до сих пор бывают, когда трескается лопасть, в которую помещен фиксатор ротора муфты. Вот тогда-то муфту придется поменять на новую. Цена муфт шокирует. Тысяча долларов за штуку на сегодняшний день! Соленоидные клапаны, управляющие этими муфтами, служат отлично. Однако, если ЭБУ фиксирует некорректное расположение распредвалов и ошибки по системе, то тогда надо проверить проводку к этим клапанам. Отметим, что если клапаны не откликаются на команды ЭБУ, то тогда этот мотор не заведется. И еще отметим, что положение каждого распредвала фиксирует отдельный датчик. Это очень удобно, потому что в диагностической программе можно увидеть правильность установки ремня ГРМ. Если вы никогда не снимали ГБЦ с мотора VAC, выпущенного до 2005 года, то, скорее всего, вы не сталкивались вот с такой особенностью. Дело в том, что у них болты ГБЦ идут под специальную шлицевую насадку, которая называется PolyDrive. А если вы будете откручивать ГБЦ обычным торксом, то, вероятно, останетесь без шлицов. V-образные шестерки от Audi с пятью клапанами на цилиндр иногда болеют износом кулачков распредвалов и толкателей клапанов. Эта проблема не проявляется до тех пор, пока в цилиндре не нарушается газообмен, а вследствие этого появляются пропуски зажигания. Замена свечи зажигания в неработающем цилиндре, замена катушки, замена её проводки, проверка форсунки, а также проверка компрессий никаких неполадок не выявит. А если снять клапанную крышку, то там будут обнаружены изношенные кулачки распредвалов и гидрокомпенсаторы. Толкатели и распредвалы придётся менять. В нашем случае мы обнаружили износ на шейках распредвалов, на их опорах, а также отметины от кулачков на толкателях. Такого быть не должно, потому что во время работы толкатели вращаются вокруг своей оси, а здесь они все заклинили, вероятно, из-за хренового масла. После обрыва ремня ГРМ поршни и клапаны в этом двигателе встречаются. У нас подзагнуло все выпускные клапаны в правой ГБЦ и один впускной. Мы видим следы дичайшего масложёра. Настало время рассказать, почему двигатели с обозначением AVK, ASN и BBJ не рекомендуют к покупке и почему многие владельцы меняли этот блок. Последствия перегрева проявляются в появлении трещин в тонких простенках между цилиндрами. Эти трещины выходят и через чугунные гильзы, залитые в алюминиевый блок. Единственный способ ремонта – это вытащить старые гильзы, то есть вытащить и установить новые. Оригинальные гильзы снаружи имеют ребристую поверхность для лучшего теплоотвода и глубоко помещены в сплав блока. Одним словом, высверлить старые гильзы и установить новые практически нереально, поэтому люди ищут эти блоки на разборках. Для выбора БУ-блока его надо осматривать буквально лупой и искать трещины. Ну а умельцы вместо этого легкосплавного блока цилиндров устанавливают чугунный блок от мотора 2.8. С небольшими переделками его можно превратить практически в штатный ASN или BBJ. В случае появления трещины в цилиндре появляются пропуски зажигания из-за попадания в него антифриза. Пузырьки в системе охлаждения не появляются. Этот симптом свойственен для потери герметичности прокладки ГБЦ. Обратите внимание, что рубашка охлаждения фактически открытая, а вот этот простенок еще тоньше в глубине блока цилиндров. Хон в цилиндрах слабенький, видны задиры из-за нагара. Признака трещин мы не видим, потому что там, где трещины, был бы отмытый антифризом поршень. Вот такой модуль установлен в поддоне. Он состоит из одного балансирного вала и маслонасоса. Бывают редкие случаи, когда владелец экономит на моторном масле, и вот эта вот сеточка маслозаборника наглухо забивается, потому что она слишком мелкая. У этой цепи отдельный гидронатяжитель. Бывают случаи, что вот эти пластиковые направляющие обламываются, и тогда пропадает давление масла. В этом случае надо сразу же заглушить двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С завода двигатель 3.0 V6 не склонен к поеданию масла, но многие владельцы столкнулись с этой проблемой уже в гарантийный период. Производитель считает нормой, если этот мотор жрет 1 литр масла на тысячу километров. Причина расхода масла, помимо последствий использования некачественного масла из-за легших маслосъемных колец, это закупоренная система вентиляции картера и уставшие маслосъемные колпачки. Маслосъемные кольца, на удивление, чистые. Быть может, это из-за того, что в поршнях есть сквозные отверстия для отвода масла и вот такие выемки. На нижних компрессионных кольцах мы видим нагар. Быть может, масложор у этого двигателя был из-за изношенной цилиндропоршневой группы. Шатунные вкладыши выглядят неплохо, но на некоторых царапины уже начали перерастать выкрашивание материала. На шатунных шейках коленвала мы видим царапины, которые на ощупь не ощущаются. Чтобы снять коренные опоры, нужен обратный молоток. Вдобавок боковые болты, которые их держат, очень мягкие и срываются. Поэтому коренных вкладышей сегодня в разборе мы не увидим. Ну что, разборка закончена. Вот такой специфичный мотор от Audi трехлитровый мы сегодня разобрали. Если его реально запустить, то можно столкнуться с трещинами в цилиндрах. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали вот такие классные подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».